Россияне снова начали тратить деньги. Уровень потребления возвращается к доковидному. Татарстанцы охотнее расплачиваются банковскими картами, а не купюрами. Рост безналичных платежей больше, чем в полтора раза. И сколько лет жители республики копят на свою квартиру. Подсчеты экспертов и подросшие цены за квадрат. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чаще предпочитают расплачиваться банковскими картами, а не наличкой. Количество безналичных платежей в республике в первом квартале этого года выросло больше, чем в полтора раза. Прибавка в 64%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Это данные отделения Национального банка по Татарстану. С помощью банковских карт жители республики оплатили товары и услуги на территории Татарстана больше, чем на 135 миллиардов рублей. И при этом средняя сумма одной такой покупки по карте – 760 рублей. Доверие граждан безналичным расчетам, в том числе к системам денежных переводов, продолжает расти. Новые технологии делают этот процесс простым и удобным. Например, сейчас, чтобы перевести деньги друзьям, родственникам, любому другому человеку через российскую систему быстрых платежей, вам достаточно знать только номер мобильного телефона получателя и название его банка. При этом важно, чтобы и банк отправителя, и банк получателя были участниками СБП. На сегодня в Российской Федерации уже более 70 таких банков. Нужно отметить, что Банк России ограничил размер комиссии, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы через СБП. Переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются без оплаты. Банковская комиссия за переводы свыше этой суммы не должна превышать полпроцента и быть более полутора тысяч рублей. Льготная ипотека набирает обороты в Татарстане. Только за два месяца зарегистрированы 753 такие сделки. Из всех татарстанских городов чаще всего под льготные 6,5% ипотеку берут в Казани и в Набережных Челнах. За ними идут Лаишевский район, Альметьевский, Зеленодольский и Пестричинский. Это говорит о том, что в этих районах сейчас активная стройка, потому что по условиям госпрограммы льготная ипотека выдается исключительно на новое жилье. Стоить оно может не более 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15%. И льготные 6,5% будут распространяться на весь срок кредита. Сегодня мы наблюдаем, насколько в Татарстане выросла активность участников данного процесса как банков и застройщиков, так и граждан, приобретающих квартиры в новостройках. Так, в июне этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано 465 договоров льготного ипотечного кредитования. Это на 62% больше, чем в мае. Непосредственно в Казани в июне зарегистрировано 301 ипотека. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 118%. Между тем, квадратный метр в татарстанских новостройках подорожал на 8,5% только за последний квартал, заметили аналитики авито-недвижимости. Сегодня средняя цена одного квадрата 79 711 рублей дороже только в Москве, Сочи и Петербурге. И как результат, Татарстан не попал в число регионов с доступным жильем. Мы только на 62-м месте среди российских регионов по финансовой возможности купить квартиру. И это уже исследование реарейтинг. Оно показало, что средняя татарстанская семья сможет накопить на квартиру примерно за 8,5 лет. Впрочем, такие цифры, если смотреть динамики, намекают на прогресс. Потому что срок этот, годы, за которые семья накопит на квартиру, за последний год уменьшился. Был 8,8, стал 8,4. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи.